Сегодня тема, ого, ого, сегодня, возможно, порвутся чьи-то колготки или штаны, не знаю, или порвутся чьи-то пиджаки. Ну, мы будем делать это аккуратно. Короче, давай я помолюсь, и мы начнем. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за эти чудесные возможности, Господь, которые Ты даешь нам и с электроникой, и со Словом Твоим, Господь. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой. Я прошу Тебя, всех, кто нас смотрит, коснись своим Духом, Господь, коснись своим Словом. Очисти, освободи, укрепи, Господь, дай радости, чтобы в этом карантине просто его не чувствовать, этот карантин, но быть с Тобой в Твоем присутствии. Бешем Ешуа. Аллилуйя. Окей. Мы будем рассматривать сегодня очень такую тему. Она как бы, она, ну, это как обычно, мигван, да, это как это сказать? Палитра. Палитра, чувства, ощущения Божьего Слова. Окей. Она и радостная, она и грустная, она и болезненная, и она историческая, то есть масса всего, то есть, как обычно, слово имеет очень много граней. Я хочу, чтобы сегодняшнее, ну, я напомню, что мы разбираем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 18 главу, с 28 стиха сегодня, но перед этим я хочу, чтобы мы прочитали римлянам 11 главу, потому что я хочу, чтобы мы рассматривали эту главу в свете, римлянам 11 глава, с 11 стиха по 22 стихи. Окей. Ты сможешь прочитать? Да. С 11 по 22, да? Да. Значит, римлянам, послание к римлянам, 11 глава, с 11 стиха по 22 стихи. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их отпадения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и цело, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. 22-й, да? А, и 22-й. Итак, видишь, благодать и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Очень серьезная такая глава римлянам, да, то есть она верующим из язычников говорит очень такие понятные прямые вещи. О евреях. О евреях, да. Тут важно заметить, о ком говорить. Ну, там четко говорится о том, кто корень, кто ветви, что корень держит ветви, а не наоборот и так далее. То есть, почему сегодня я так почувствовал, выбрал, что нужно начать с этой главы? Потому что мы сегодня будем рассматривать Ешуа перед Пилатом и обвинители. Наши драгоценные братья еврейские, драгоценные. Хочу отступить немножко. Во-первых, всех с праздником Песа. Халилюя. Мы в пасхальной неделе. Да. И так удивительно совпало, что мы как раз рассматриваем вот эти вот события, которые происходили именно в вечер Песаха. Да. Это была пятница, вечер Песаха в Иерусалиме. То есть важно понимать контекст написанного. Да, да. То есть, ну, это не совсем вечер, это там с 12 до 3, скажем так, вот это было. Да, события. События, да, потому что вечером уже его, так сказать. Да, он уже умер вечером, в принципе. Окей. Но, в любом случае, спасибо, что ты об этом вспомнил, потому что я уже все, пошел на волну на такую, как бы, хорошо вдвоем проповедовать. Да, действительно, слава Богу за Песах. Но я сразу же сейчас и перейду к этой теме. 28 стих. Итак, Иоанна, 18 глава, 28 стих. От Каяфы, то есть мы разобрали в прошлый раз, почему было несколько первосвященников. От Каяфы повели Иисуса в Приторию. Притория – это северо-западный угол Храмовой горы. Там была крепость Антония, ее потом позже назвали крепость Антония. Но там была крепость, где был гарнизон римских солдат, и там был Пилат. И, кстати, потом, когда мы читаем уже в книге Деяний, Павел, когда его выводили из крепости к храму, к Синедриону, то это вот как раз была эта крепость Антония, там выходили солдаты, потом они его спасли от толпы и так далее. Но мы не будем пока... В принципе, это была резиденция прокуратора, насколько я понимаю. Да. Ну, то есть территория языческая. Написано, привели Иисуса в Приторию. Было утро, то есть четко показано. И они не вошли в Приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху или Песах. Да. Я сегодня же уже столкнулся с моментом с этим, что, значит, у нас это Песах, в западном мире или в католическом большем мире это Истер, да, то есть как бы где-нибудь там яички красят и так далее. Ну, это как бы, как это сказать, нахматная традиция, как бы приятная, но она, конечно же, ничего не имеет общего с Песахом. С библейскими событиями. Да. И я задался опять же вопросом, почему наши даты так расходятся? Ну, я как бы знаю ответ. Я вам прочитаю сейчас. Мы такую... То есть надо сказать, что христиане во всем мире, у них даже две даты, они одна. То есть католики празднуют по-своему, православные празднуют по-своему, евреи празднуют по-своему. Да. То есть три разных даты на один и тот же праздник, казалось бы. Почему? Ну, мы уже когда-то говорили об этом, несколько, наверное, выпусков назад, но я напомню, что, значит, когда поднялась Византийская империя, там, естественно, был свой император, потом христианство стало официальной религией в Византийской империи, и были соборы или сходы. Ну, это, наверное, собрание, конференции. Ну, может быть, это больше было, чем конференция. Ну, симпозиум, может быть. Да, первый собор был два месяца, короче, проходил. Значит, он назывался Никейский собор, куда сошлись отцы церкви. И там они, значит, приняли такое решение. Я читаю сейчас это из документа, ну, естественно, с переводом. Все восточные братья, прежде праздновавшие Пасху, ну, тут Пасху написано, вместе с иудеями отныне будут праздновать ее согласно с римлянами, с нами и со всеми, которые издревле хранят ее по-нашему. И Пифаний Кипрский писал, что в определении для празднования Пасхи в соответствии с постановлением Вселенского собора следует руководствоваться тремя факторами. Полнолуние, равноденствие и воскресенье. Имеется в виду день недели, воскресенье. И, как бы, я сам себе сделал замечание, то есть, что произошло на этом соборе, да? Что парни настолько подумали, что они важны, что они, как бы, то есть, ну, Бог говорит еврейскому народу, значит, Пасх нужно праздновать в первый месяц года. Не, не в первый, в 14-й. Не, не, это первый месяц, 14-й. Да, сори. Это первый месяц года, 14-я Ниссана, это будет ваш первый праздник. То есть, в сущности, Бог определяет, что это начало года и сам говорит, в какую дату его праздновать. Парни собираются и говорят, нет. Это неправильно. Мы не будем праздновать 14-го Ниссана, как сказал Бог, а мы будем праздновать с полнолунием, равноденствием и с воскресеньем, короче. Ну, полнолуние, оно так и да выпадает на 14-й Ниссана, потому что это лунный календарь. И середина месяца 14-я Ниссана, это как раз таки полнолуние. Но почему-то, теперь есть две недели разницы. Да. Почему-то. По непонятной причине, да. Да, но тут, видишь, четко написано, значит, те, кто раньше праздновал Пасху вместе с Евдеми, отныне будут праздновать ее, согласно с римлянами. Кстати, история очень похожа на историю, когда царство Израильское разделилось на два царства. И чтобы из того царства в это не ходили для поклонения, они придумали свои праздники. То есть, очень похожая история. И праздники, и свой этот самый жертвенник, короче. Хорошо, что там не построили. Идолов своих придумали. То есть, не в обиду, как говорится, западному христианству или вообще какому-то там. Или восточному. Восточному, да. Но суть, как бы, да, то есть, суть заключается в том, что Бог определил сам эти даты, да, то есть, муэд, или назначенные времена, как мы разбирали. А отцы, как бы, но я хочу тебе сказать, что это также еще кого-то напоминает. Это напоминает наших доблестных раввинов, которые написали устную Тору и сказали, а мы теперь... Тут Моисей не все сказал. Да, а мы круче ветра, да, то есть, мы круче Моисея. И сами себя назначили, как Иисус сказал, вы сели на седалище Моисея, вот, вместо Моисея, да, то есть, и там, ну, короче, то есть, смысл 28 стиха, то есть, он говорит о том, что Ишуа, естественно, привели на Иудейскую, не на Пасху, а на Песах. И что она праздновала с 14-го Ниссана, как и от начала создания мира. Я хочу заметить, что из-за того, что мы живем, международный календарь, он солнечный, а еврейские праздники, они по лунному календарю, то каждый год этот праздник выпадает на разную дату. Движется, да. Да, то есть, это важно понимать, почему есть разница. И, возможно, есть года, когда Пасха, я знаю, что бывают года, когда Пасха католическая или православная совпадает с Песахом еврейским по дате, но это бывает редко. Окей, хорошо, то есть, это, в принципе, важная информация, чтобы понимать, почему мы так разнимся, как бы, что церковь сделала все, ну, как бы, языческая церковь в сущности, получается, чтобы отделиться от евреев. Окей, переключаемся на нашу главу. 29-е. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете этого человека? И начинается самое несуразное обвинение в жизни, которое я слышал, ну, до этого, как бы, слышал. В 30-м стихе они говорят ему, если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. То есть, вот, вина Иисуса, как бы, да, такая, в чем его обвинять? А он, не, если бы он не был злодей, мы бы вообще тебе бы его не приводили, а так он злодей, мы его привели. Пилат, будучи все-таки образованным человеком, римлян, который пошел там и право, и так далее, мы знаем, что римское право до сих пор, во многом является основой для западной цивилизации, для права, скажем так, для судебных, для судов и судебное право. 31-е. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. То есть, они уже решили, что тут, как бы, высшая мера наказания. То есть, сначала они говорят, если бы он не был злодеем, то, как бы, но сами уже четко решили давно и знали, что они собираются, что они собираются с ним делать. Вы знаете, что в Римской империи, она, то есть, у нее были свои правила. Когда они завоевывали новую территорию, они не забирали поклонения местным богам у людей, они только лишь добавляли кесаря и говорили, ну, вот ему, там, поклоняйтесь, короче. И деньги присылайте. Да, и присылайте, и присылайте налоги. Но, кстати, на этом стояла римская армия, на налогах на этих. Окей. Но, что еще они делали? Они давали местным судам и местным лидерам общины, да, то есть, как бы, определенные права в судах. Но не наказывать смертной казни. Да, то есть, тут должен был уже римлян решать. Да, поэтому, то есть, если дело доходило до смертной казни, то нужно было идти к римлянам, поэтому здесь, как бы, наш народ и оказался. То есть, многие люди часто не понимают, чего они поперлись к этому Пилату, почему Пилат решал и так далее. То есть, ну, на самом деле, все очень просто. У них просто не было права их убивать. Если бы они убили, то их бы тоже засудили. Окей. Нам не позволено предавать смерти никого. 32 стих. Досбудется слово Ишо, или Сусова, которое сказал, он, давая понять, какой смертью он умрет. Тогда Пилат отвечал ему. То есть, тогда Пилат опять вошел в приторию, позвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский? То есть, конкретный вопрос, да? То есть, меня просто, ну, вы знаете, я вспоминаю почему-то фильм Мэла Гибсона о страсти Христовой. На мой взгляд, никто не сыграл лучше Пилата, чем вот в этом фильме. Там он настолько долго его показывает, и настолько римская внешность. Ну, подобрали красиво, скажем так. Побритый весь, как бы традиционно так, как римские солдаты. Я думаю, что, наверное, первое его ощущение было, типа, что здесь происходит? И он его спрашивает, ты царь иудейский? Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне, что ты сделал? И тут я хочу перейти в Матфея. Почему? Потому что Матфей очень живописно описывает эту часть разговора с Пилатом. Я хочу, чтобы мы перешли туда, в Матфея 27 главу, с 11 по 20 стихи. Мы сейчас там увидим просто кладезь эмоций и мотивов. Матфея 27 глава, с 11 по 20 стихи. И по 20 стихи. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи, мы говорим, это Песах, правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был у них тогда известный узник, называемый Варнава. И так, когда собрались, они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы отпустил он, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Он, но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали Вараву. Окей. То есть, драма разворачивается на таком уровне. Помните, или в прошлый раз, или в предыдущих проповедях мы рассказывали о Каине и Авеле. Да. Мы рассказывали о братьях Иосифа. И это сейчас Иешуа стоит перед языческим правителем, не царем, но правителем. Его же народ обвиняет его. И написано, что Пилат четко знал, почему Иешуа находился в притории. Не из-за того, что он разбойник или преступник, не из-за того, что он что-то украл или что-то сказал. Конкретно было написано. Из-за зависти. То есть, молва уже про Иисуса дошла до Пилата, скорее всего. Он был известен. Однозначно. Он служил три с половиной года где-то Иешуа. Поэтому Пилат, конечно же, о нем слышал. Но, вы знаете, это удивительная вещь. Когда Авель принес лучшую жертву Богу, Каин настолько расстроился. Мы рассматривали с тобой это. Что он настолько расстроился, что у него нафлупанав. Но опало лицо от расстройства. Но Бог ему сказал, друг, если грех тебя притягивает и хочет тобой контролировать, управлять, ты управляй грехом, не поддавайся этому. И мы знаем, что, в принципе, датишные или фарисеи, или крушимы, тздуки, религиозные того времени, естественно, они понимали, что учение Иисуса, оно со властью. Он, то есть, люди начинают следовать за ним. Народ полностью в шоке от того, что он говорит и делает. И народ идет за ним, и он смело приходит в храм, учит, в синагогах учит. И Каин смотрит и говорит, вау, мы теряем электорат. Нас не любят. И, естественно, то, что происходит, они приводят Иисуса туда. Но мы больше не крутые. Но еще я тебе больше скажу. Представь, Пилат сидит на своем месте судьи, ему присылают записку от его жены, которую он, судя по всему, любит, потому что из записки видно, что она ему доверяет. И она пишет, не делай ничего этому праведнику, я за него этой ночью сильно пострадала. Вау. Я бы не хотел оказаться на его месте. Или на ее месте. Или на ее месте, да. То есть, с одной стороны, орут люди, распни его, распни его. С другой стороны, жена. Давление. Это называется лахацхеврати, да. И вы знаете, я хочу вам сказать, что мы уже столкнулись в прошлой проповеди. Мы говорили о давлении в Гефсиманском саду, в Гадшманим, которое было на Ишуа, которое выдавило из него эту первую кровь. Здесь мы сталкиваемся с языческим правителем, который тоже оказывается под духовным давлением, и он не может с ним справиться. И это человек, который, естественно, ну, может, он там и молился каким-то своим богам, но, естественно, это сильно не помогало, да. То есть, это как бы... Ну, то есть, я думаю, Пилат был прагматичным человеком, он понимал, что мне надо сделать что-то, чтобы не было бунта. Яфе. Это как раз ключевая вещь. И я вам больше скажу, что мы дальше увидим манипуляции, которые... Ну, манипуляция на иврите, это очень красиво. Мисхакухот, да, то есть, кто кого силой... Игра силой, да. Игра силой, да, то есть, кто кого переиграет, скажем так. И Пилат здесь, типа, делает вид, что он еще, типа, что-то решает, как бы, ну, мы сейчас посмотрим. И вот он ему говорит, 34 стих. Ишуа ему отвечает, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечает, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебе о мне. Что ты сделал? Иисус отвечает ему, царство мое не от этого мира. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои сражались бы за меня. Подвязались, это современное слово, сражались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Кстати, вспомним Петра, который все-таки сражался. Хоть как-то, но сражался. Попрытики были, да. За Иисуса. Сражались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, и так ты царь? Иисус ответил, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает глаза моего. Смотрите, друзья. Это момент давления на обоих. На Пилата, на Ишуа. Пилат, естественно, понимает, что Ишуа вообще ни в чем не виноват. Но больше того, Пилат начинает понимать, что он столкнулся с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался. И мне кажется, Пилат пытается провоцировать Иисуса, чтобы Иисус сказал что-то против себя. Ну, как любой хороший следователь. Ну, хоть что-нибудь. Да, дай мне что-нибудь, за что я могу тебя повесить. То есть, как любой нормальный следователь, он понимает, что я его начну провоцировать, и он где-то скажет не то, что нужно. Да. Иисус говорит, я пришел свидетельствовать об истине. Пилат говорит ему в 38 стихе, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Смотрите, для того, чтобы понять Пилата и вообще понять, что там происходит, нам нужно понимать, что такое был римский мир. Для начала я хочу сказать, что греки, перед этим была греческая империя, потом римская. Но греки уже при римской империи, они хвалились тем, они говорили, да, мы проиграли римлянам в бою, но мы завоевали их умы. Мы завоевали их своей философией, своими богами и так далее, и так далее. То есть, римляне, в принципе, переняли греческую культуру. Да. И почему Пилат еще говорит такую фразу, что есть истина? Потому что на самом деле были десятки, если не сотни, греческих философов, которые там до сих пор существуют. Это у них даже национальный спорт был, философство, да, там и размышляют. Ну, мы читаем потом, да, что там... Любимое занятие было, да. Ничего не делать, короче, только что-то новое дай послушать, короче. В общем, они дошли до сложных моментов, но... То есть, были десятки философов, десятки каких-то школ философских. И каждый тянул в свою сторону. Но при этом были римские боги, которым нужно было поклоняться. Да, я, кстати, недавно почитал о Пифагоре. Мы знаем теорема Пифагора, таблица Пифагора. Да, да, конечно. В основном это все, что мы знаем. Но это было целое религиозное учение. У Пифагора была целая школа, религиозное учение, философский такой, целый, как это сказать, трактат, что ли, философский. Да, у него труды есть. То есть, целые, как бы, целые труды по своему пониманию устройства мира. То есть, там много всего было. Греки, на самом деле, в чем они преуспели, они очень сильно развили свой язык, появилось очень много понятий, как бы, всяких и так далее. Термины, математика, у них была, как бы, культура, стихи. Но, Иисус говорит, я пришел свидетельствовать об истине. Пилат говорит, что есть истина. То есть, он не мог понять, что истина всего одна. Нахон. Потому что тот мир, в котором он жил, там был просто полный хаос. И, ну, формирование личности тогда происходило особенно у знатных римлян, да, то есть, они обязательно обучались каким-то, у какого-то философа или каким-то философиям. И на тот момент, я так понимаю, истина для Пилата была одна. Провинция Иудея отличалась... Буйством. Буйством, да, восстаниями, бунтовством, убийствами. Постоянно гибли римские солдаты. А у, тоже знаем из истории, что у римского императора были свои наказания для провинившихся, которые не смогли удержать провинцию от бунтов, там, от голода или еще чего-нибудь. То есть, за плохой менеджмент люди получали наказание. И, в принципе, у Пилата на данный момент была только одна истина. Я не должен допустить никакого восстания. А оно назревало, судя по тому, как орали религиозные люди, раввины и так далее. То есть, мы должны все понимать, для того, чтобы понимать бэкграунд, да, то есть, это все время у меня это слово на английском влазит, река на иврите, и как это по-русски. Валик, помоги, короче. Ну, общая картина, что ли? Задний, как бы... Задний план. Задний план, вот, чудесно. Что происходило на заднем плане, да? Да, то есть, получается так, Пилат его спрашивает, в чем истина, что есть истина. Вышел к иудеям и говорит, я никакой вины в нем не нахожу. И дальше у него есть, как это сказать, эскейп, да, то есть, план побега, короче. Да, у Пилата, да. Да, да, у Пилата есть план побега. Он применяет такую хитрость. Слава Богу, он где-то думает, наверное, внутри, что, вау, есть же точно, у них есть традиция, есть обычай, что одного человека можно отпустить. Так, может, они от меня отвяжутся, может, Иисуса я им отпущу и, как бы, на этом... И до свидания. На этом как-то закроем, да. Это 39 стих, он говорит, есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Песах, хотите ли я отпущу вам царя иудейского? Я не знаю, почему он говорит царя иудейского, чтобы их больше еще раздразнить, чтобы больше еще получить отдачу, но он это говорит. Может, он это говорит духом святым, я не знаю. То есть, в данном случае также идет испытание еврейского народа, потому что дальше там просто, ну, гайки, как говорили, там, где мы жили раньше. Реально, там будет очень печальная картина, на самом деле. И мы переходим плавно в 19.1, потому что это, в принципе, одно и то же, как бы, тот же самый мотив. В 40-м стихе, тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был преступник. То есть, у нас написано разбойник. Разбойник в сегодняшнем языке, это такой, а, это мой разбойник. Потеряла, как бы, грубый и серьезный смысл. То есть, Варава был реальным преступником, убийцей. Бандит. Бандит, да, то есть, ну, бандит, который, в принципе, я думаю, что по закону Моше, да, то есть, он, в принципе, его нужно было убить. То есть, если, ну, если уже так, по-честному, по-честному. Не, ну, они оба были приговорены к смерти. Вернее, даже Иисус еще не был приговорен, а тот уже, да, был приговорен. Ну, да, но его должны были уже убить, как бы, но до сих пор почему-то не убили. И тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его в притории. Смотрите, воин из плечи венец истерна, истерна, это из колючек, да, то есть, возложили ему на голову и одели его в багряницу, то есть, в красную накидку. Дорогую, в принципе. И говорили, радуйся, царь иудейский, и били его по щекам. Смотрите, тут интересная вещь. Когда я учил о крови Иисуса Христа, в принципе, ну, я так вижу, я не знаю, есть люди, которые видят немножко по-другому. То есть, тут продолжается процесс искупления, да, то есть, процесс искупления начался в Гаджманим, в Гефсиманском саду. Давление выдавливает из Иисуса первую кровь. Когда его начинают бить, это второе место, где он проливает кровь, когда его хлыщут по спине. Когда ему одевают венок из терна, из колючек, это третье место, где он проливает кровь. То есть, в принципе, может быть, там и не было так много крови, но это очень значимый символ, этот венец. Если ты как-то, ну, хорошо на эту тему говорил. Да, то есть, смотрите, если мы вспомним, во-первых, это было одето ему на голову, как корона. Да. То есть, то, что он царь, как бы, ну, царь он чего? В принципе, как и в пророчествах написано, что он царь страданий. Царь проклятий. Царь проклятий или царь страданий, да, то есть, давайте вспомним, в третьей главе Бытия написано, что, когда Бог проклинал землю за грех Адама, Он сказал, что теперь на земле будут расти тернии и волчцы. И вот эти тернии, именно вот это проклятие земли, или проклятие, я бы даже сказал, трудовой деятельности, скажем так. У меня тут записано хорошее послание. Да, то есть, Иисусу одели на голову, то есть, Ему одели на голову наши проклятия, по большому счету. Проклятие земли. Да. И это очень важно. Почему? Потому что, как Иосиф, вы знаете, это недавно, кстати, перечитывал, это самое, это, ну, Голливуд в жизни не придумал бы, ну, как бы, историю лучше, чем эта. То есть, Божья история просто, когда Иосиф уже в конце, когда братья уже пришли, отец пришел, когда уже все вскрылось, раскрылось, они уже там помирились, и он говорит, вы замышляли зло, но Бог обратил ваше зло в добро. Амин. И вот эта формула, этот алгоритм работает и здесь, да, то есть, но я сегодня специально записал, я не знаю, кто нас смотрит, на самом деле, я знаю, что там... Это человек написано. Ну, с Украины может кто-то смотрит, не знаю, может, с Израиля в плане кто-то этим занимается. Смотрят и с Украины, и с Израиля. Ну, я хочу сказать, что, да, венец – это символ проклятия земли. Да, именно терновый. Да, терновый. И для тех, кто занимается, работает с землей, как-то с землей связан, друзья, вы можете брать этот символ, вы можете провозглашать кровь Иисуса на свои земельные участки, ну, на то, чем вы занимаетесь с землей, чтобы благословение Господне приходило на землю. То есть, Иисус взял на себя это проклятие. Амэн. То есть, Он как бы стал царем проклятий, но эти проклятия стали нам в благословение. И, ну, конечно же, при этом не забудьте положить чернозем в вашу землю, потому что, ну, есть такие люди, которые как бы перебарщивают с этим делом. То есть, мы делаем свою часть, Господь защищает наши посевы, нашу землю, для того, чтобы она принесла хороший урожай. Окей. Поэтому я сказал, что, в принципе, это как бы и печальная часть, с одной стороны. А с другой стороны, мы радуемся, потому что мы бы в жизни никогда бы не смогли вот этого исполнить. Что Он пришел и сделал это вместо нас, и самое главное, что Он это выдержал. Его били по щекам. Это третий стих, 19 глава, третий стих. Говорили, радуйся, царь Иудейский. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Смотрите, как бы психологический шаг Пилата заключался в следующем. Может быть, я их, ну, я, может, его побью. Он будет выглядеть такой бедненький, да? Да, бедняга, его побьют, короче, он будет весь в крови избитый. И, может быть, тогда они, типа, скажут, ну, ладно, короче, сжалятся, типа, и все, проблема решилась. Знаешь, Макс, для меня, на самом деле, вот, уже там больше 20 лет я верующий, для меня фигура Пилата такая, как бы, неразгаданная до конца. То есть, сказать однозначно, что это такой подлец был, такой, знаешь, злой римский прокуратор, он солдафон был, это понятно. Но до конца его натуру я, вот, честно говоря, как бы, нельзя сказать, что он однозначно такой антигерой. Я вот не могу из своих таких заключений сказать, что он антигерой на все 100%. Смотри, я думаю, что, ну, во-первых, это выпало на него внезапно. Скажем, его трагедия была, что он оказался там в это время, да? Да, то есть, он выпал, ну, это выпало на него внезапно. Ну, как бы, то, что принято, то принято, плюс мы говорим о том, что это духовное давление. И под духовным давлением недуховный человек, ну, как бы, он выстоять не может. И, во-первых, не понимает, что происходит. Да, ну, ты знаешь, вот мы сейчас говорим про Пилата, а я вспомнил крутую штуку, короче. Вы знаете, что, не скажу до какого года, но до последнего времени не было никаких доказательств реально археологических, что Пилат существовал. И многие, ну, знаете, есть разные кислые скептики, критики, короче. Есть же те, кто их Библию критикует, и там, и Танах, в смысле Ветхий Завет, и Новый Завет. И вот эти критики, значит, критиковали... Критиковали и вы критиковали. Их на еврейте называют хохмологией. Да-да, критиковали, критиковали и вы критиковали, что, значит, говорят, да, Новый Завет, он не... Соответствует, типа, действительности. На него нельзя положиться, на него нельзя, он... Это какой-то текст непонятный, он не подтверждается, как Пилат, он же был этим префектом иудеи, как это такое, что о нем никакого упоминания нету. Ну, и они начали писать такие книги, там, книги, 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 книги. И много они написали всяких книг, а у Бога очень классное чувство юмора. Он... Вы знаете, что Бог никогда не реагирует на какие-то вещи, там, на оскорбления и так далее. Он ждет. Написано, что глупцов и тех, кто мудрецы в своих глазах, он раскладывает на капусту чуть позже, когда уже подходит правильное... На частицы Хиггинса, да? Короче, они писали-писали эти работы. Вот, и потом вдруг бац, и у нас здесь в Израиле находят целый камень, на котором написано, там, Пилат, префект иудеи, там, и там построен, этот камень был заложен, как бы, то ли в основание, то ли в стену какого-то здания, посвященного кому-то, где Пилат расписался. Ну, окей. И все, что написали, вот эти вот... Все сдувалось. Все можно было использовать, сами знаете куда. Да, сейчас, кстати, такое время, карантин, и очень можно использовать по назначению. Окей. Смотрите, Пилат был впечатлен Иисусом. Он был впечатлен его поведением. И мы это видим из пятого стиха, потому что, когда он вывел его, Пилат не услышал ни одного возмущения, ни одного проклятия, ни одного злословия от Ишуа, ничего. И даже было моменты, мы читали с 27 главы Матфея, да, где, ну, самыми лучшими словами было молчание, да, то есть Ишуа просто ничего не говорил, потому что он, в принципе, уже все сказал. И он понимал, что Пилат, ну, ничего сделать, в принципе, не сможет, и оправдываться перед ним тоже нет смысла. Я единственное хочу заметить, что я представляю себе эту картину в голове, да, как бы, когда Иисус вышел избитый, то есть его били по лицу, наверняка уже синяки или ссадины были. Кровь, да. Кровь, вот этот терновый венец, деревянная, как бы деревянная корона, да, там, дети с деревянными меча. Сшипаем, ну, в плане, что и в Багрянице, то есть с него, по большому счету, сделали посмешище. Клоуна. Да, то есть с него сделали посмешище, но в духовном плане он выглядел как царь, он не потерял своего достоинства. И он надел весь этот позор на себя, как бы, вот, для меня это очень сильная картина, как бы. Ты понимаешь, когда мы разговаривали о Гефсиманском саде, и где написано, что Ишуа знал, что ему предстоит пережить, и вот эта вот кровь, которая у него пошла, то есть мы рассказывали о давлении духовном, да, то есть она пошла от того, что он осознавал, что ему нужно пережить. То есть, ну, это все не как, как, не сказки, да, то есть это не то, что... Знаешь, если человека, допустим, застрелили в голову, жалко, ну, как бы, а когда над тобой издеваются, это, наверное, причем ты знаешь свой статус. Много раз я сидел перед телеком, смотрел какой-нибудь боевик, например, там где-то кто-то тонул, и все, и у меня часто приходили такие мысли, что я здесь сижу на диване, да, то есть у меня теплый диван, диванные войска, да, жена под боком, там, стакан кока-колы с семечками, ну, так образно говоря, и это самое, и я смотрю фильм, а я вдруг думаю, ну, им бы, ну, то есть если бы это было по-настоящему, да, то есть это сейчас бы мы были в воде, короче, мы бы тонули, было бы дикое напряжение, да, там мы порваны, кровь там и так далее, а я просто сижу на диване и так далее. И мы тоже, как бы, сидим и смотрим на текст, да, с одной стороны, но посмотри на Пилата, он, он, тогда вышел Иисус с терновым венцей Баграницы и сказал им Пилат, это человек, в иврите, кстати, написано, гине гаиш, то есть, типа тот самый человек, с определенным артиклем, в плане того, что это, вот это человек, то есть он ведет себя с достоинством, ты правильно сказал, то есть он во время унижения не потерял своего достоинства, его, ну, как бы, то есть он не злословил, опять же, не оправдывался, не умолял никого, не показал никакого страха, то есть страх он победил в этом самом Гефсиманском саду. Окей, шестой стих, когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его, Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем законы, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Теперь новая уже, да, уже новая волна. Пилат, услышав это слово, ты царь или ты сын Божий, или кто ты? Нет, ладно, ты царь, но ты сын Божий. Но знаешь же, в чем еще, ну, так, прикол образно говоря, что в греческой и римской мифологии были люди-боги, да, то есть, во-первых, люди-боги были, во-вторых, цари были как бы люди-боги, да, то есть была такая тема. То есть, если, ну, как бы, если манипулировать его суевериями и страхами суеверными, да, то есть, это как раз то, что происходит. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, как это, сын Божий, вау, то есть, до этого он был царем, я его допросил, он не виноват, и здесь вдруг сын Божий, короче, и вау, и, ну, слово от жены он уже получил. Да, то есть на Пилата было колоссальное давление. Друзья, я не знаю, почему уже второй, второе служение подряд, мы говорим о давлении, и я реально чувствую, как Дух Святой ведет меня в этом, ну, говорить об этом, но единственный выход, единственный способ, как преодолеть давление, это стоять в молитве, стоять в слове и стараться сохранить свое достоинство, не отвечая злом на зло. Я не знаю, почему я так говорю. Кстати, Макс, хочу напомнить тебе, ну, не знаю, сейчас пойдет реклама пастора Макса чуть-чуть, помнишь, когда я проходил там всякие сложные времена в своем бизнесе, мы много молились, я тебе рассказывал, я не вел себя как Иисус, часто как бы было разочарование много, и злости было много, ну, разно, и ты мне сказал, постарайся пройти это время как христианин, и мне это очень сильно запомнилось. Мне это запало, вот, серьезно, как вот прям мечом вот так вот во внутренность. Друзья мои, если ты проходишь страдания или тяжелые времена, постарайся пройти как христианин, чтобы когда, пройдя эти времена тяжелые, ты мог свидетельствовать, я прошел как христианин. И я смирился под Слово Божье, и Бог мне дал ответ. И это будет круто, это будет крутым свидетельством. Амин. И слава будет Богу. Амин. Я рад, что какое-то Слово хоть тебе помогло, но... Хоть кто-то меня слушает, да? Не, ну, это было действительно тяжелое время. Оно было тяжелым для меня, потому что, я скажу так, для будущих служителей, что когда ты пастор, и есть рядом люди, которые проходят сложности, и ты не можешь им никак помочь, кроме того, что ты им говоришь, я за тебя помолюсь, ну, о тебе помолюсь. Я там о тебе попощусь, я приду к тебе домой, и опять за тебя помолюсь. А еще не меняется, да? А еще не меняется два года, то есть, ну, вернее, были, конечно, изменения, это не то, что все в один день изменилось, но просто все, что ты можешь сделать, это прийти, помазать маслом, помолиться, возложить руки, помолиться, дома помолиться, попаститься, и потом опять помолиться. То есть, все, и, ну, просто ситуация была связана там с финансами и так далее, а финансы это очень материальная вещь. Тут на, как говорится, просто на галилуя не проходит, тут надо ждать, пока будут выплаты, пока будет это, пока будет работа, пока то, короче, ну, это было такое... Экстремальное время, я бы сказал. Но оно было, с другой стороны, как бы и радостное, потому что мы как-то тоже и сблизились, как друзья еще больше, как бы, это радует. Окей, возвращаемся к Пилату, возвращаемся к давлению. Восьмой стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Мазы, да что ты? Не, ну, послушай, не, послушай, то есть, я реально вижу, что его смутило это слово, сын Божий, да, то есть, он себя делает сыном Божьим, сыном Божьим, откуда ты? То есть, но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? То есть, он подумал, за жизнь уже человек все сделает, да? Ну, да. Но тут он тоже немного себя переоценил, как бы, на самом деле, потому что отпустить он его никак не мог. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе. Я восхищаюсь Иисусом, я восхищаюсь его словами, восхищаюсь его способностью сказать слово, как будто гвоздь забит. Хлоп, и он пам, и гвоздь этот встал, и все, и добавить больше нечего. И Пилат, как с этого времени написано, Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю. И вот это пошла основная манипуляция. То есть, Пилат искал отпустить Иисуса на самом-то деле? Да. Смотрите, друзья, я вам скажу так, в давлении обвиняющая сторона будет делать все, чтобы манипулировать тобой. И самое противное в этих обвинителях, это то, что они бьют в самые уязвимые места, то есть они бьют в самые чувствительные точки. Иногда ты даже не подозреваешь, даже не думаешь, что у тебя есть какая-то чувствительная точка, ты о ней не задумываешься. Кстати, тоже я размышлял очень много, есть такое понятие, как это у машины называется, где машину не видно? Мертвая зона? Мертвая зона, мертвая точка, а, слепая зона. Слепая зона, вот. У каждого человека есть слепая зона. Что это значит? Это не значит, что человек слепой, но это значит, что у каждого человека есть какая-то область, он тебя там не видит вообще, он не осознает себя даже, что она есть. И когда начинаются вот такие давления, враг именно бьет в эту слепую зону, то есть то, где ты вообще, ну как бы... Обезоружен. Обезоружен, ты растерялся, и ты реально не знаешь, что делать. Иногда люди начинают нести такую чушь, и ты им просто говоришь, остановись, остановись, потому что, ну, видно, что ударило в слепую зону. Человек не отдает отчет и не контролирует себя. Поэтому Иисус говорит, что нужно молиться. В Гефсиманском саду он сказал апостолам, молитесь хотя бы час для того, чтобы устоять в этом искушении, для того, чтобы не убегать, для того, чтобы не отступать, не нести чушь. Потому что есть эти слепые зоны, и Пилату наносится удар в эту слепую зону. Причем это самая чувствительная для него зона. То есть все, что должен делать вояка, это угодить своему начальнику. То есть это все. Да, тем более в римской армии. А в римской армии ты знаешь, да? Не угодил, все. Уснул на посту. Я читал свидетельства, что шел, значит, командир с солдатами, очень тихонечко, по постам, где стояли солдаты. Нашел спящего солдата, облили какой-то там дрянью, подожгли, короче, и чувак сгорает у них на глазах. Ну и на глазах у других солдат, потому что, ну, чтобы... Чтобы не хотелось спать. Чтобы очень сильно не хотелось спать, потому что очень хотелось вернуться домой живым. То есть дисциплина в римской армии, она была жесткая. И плюс, мы уже говорили о том, что вот эти восстания, они были, ну, минусом Пилату. И до этого были восстания. И мы знаем, уже говорили на тему, были сикарии, да? То есть эти были, ну, убийцы. Они были убийцы-террористы, которые ходили в таких одеждах длинных, носили ножи, подходили к римскому патрулю и спрашивали, а где библиотека? Ну, пока солдат... Как против библиотеку, да. Да, и пока солдат отвращивался, там библиотека. Они ему, сык, под ребро, в печень, потом раз и тихонько, ну, сразу уходили, короче. И таким образом римляне теряли очень много солдат здесь, в Израиле. Поэтому это как апогей. И он его искал отпустить в 12 стихе, а ему кричали. Если отпустишь, ты не друг кесарю. Это жестко. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 13-е. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище на месте, называемом Литостротон, по-еврейски Гавата. Ну, Гива, наверное, Гива, это возвышение. Тогда была пятница перед Песохом, час шестой. Час шестой, это 12 часов дня. Да. И сказал Пилат иудеям, это ваш царь. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? И вот теперь, друзья, слушайте, что сказали первосвященники. Это высший момент отречения самих первосвященников. Нет у нас царя, кроме кесаря. Ом. Ом. А как же шавот авотейну? Да, а как же шурошейну, как же авотейну? Как же, как они сейчас пишут, там, хая, мелах, короче, и так далее, и так далее. Ты знаешь, мне вспомнилась первая книга Самуила, или я вот не помню, или это было «Судьи» еще. Наверное, Самуила все-таки первая книга. Первый царств, да, на русском. Что Бог говорит, когда они Саула захотели избрать царем, то Бог им говорит, вы не Самуила отвергли, вы меня отвергли. Но здесь, Валик, я тебе скажу, я тебе скажу так, у них нет царя, кроме самих их же. Они сами себе цари. И они, да, отрекаются, говорят, у нас нет царя, то есть они отрекаются от Бога, Мелех Ягвы, да, то есть Всевышнего. Отрекаются от Него, потому что они сами себе цари. Они сами себе устанавливали законы. То есть они уже решили. Они все давно решили, и сегодня происходит то же самое. Да. Никакого Бога там нет. В этой устной торе это все полный бред. Они сами себе цари, сами какие-то законы устанавливают. Сами же их не соблюдают. Ты знаешь, про устную тору мне... Почему? Я не любил русскую литературу. Я страдал, я по устройству ума, я больше люблю точные науки. Но запомнилось кое-что. Наверняка ты тоже проходил в каком-то там седьмом, шестом классе русские народные сказки. И мы учили, что все эти сказки, они были устными. И они за тысячу лет видоизменились уже. Их столько раз пересказывали, что началось с царевной лягушки, и закончилось, я не знаю, Гансом Христианом Андерсеном. То есть за тысячу лет из уст в уста оно настолько изменилось до неузнаваемости народный фольклор. И нам предлагают в это верить, в это устное, что могло видоизмениться. То есть это ну... То есть все, что Бог хотел, чтобы точно было записано и не изменено, он сказал, запиши, запиши, запиши. Я понял, Ишуа говорит, что ни один ют не изменится. То есть во всей Торе, Тора, Муше не изменится ни один ют, пока не придут там земля и небо. Пока все не исполнится. Пока все, ну да, пока все не исполнится. Ну, мало того, что само понятие Тора, БЛП, это полный штует, потому что такого нигде нету, как бы они сами это придумали. Но придумали они это как раз... Плюс основная масса писаний, современных, традиционных, раввинистических, им где-то, ну, максимум полторы тысячи лет. То есть они моложе христианства даже. Нахон. И просто я хочу сказать, что придумали это для того, чтобы взять власть в свои руки. Да. Как Ишуа сказал, вы сели на седалище Моисеева. То есть вы вместо Моисея заняли место. Ну, и также мотивация объяснить, почему же нам не нужен сейчас храм, почему сейчас жертв нету. Как бы Иисус объяснил почему. Замазать, да. Да. Окей. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Все. То есть это момент отречения. И написано 16 стих. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Ишуа и повели. То есть, в принципе, в данный момент идет также испытание, шло испытание народа. Да. И народ выбрал отречься. Но я хочу, как бы, посреди всего этого печального, так сказать... Действа. Действа, да. Хочу напомнить, что мы вначале прочитали римлянам 11 главу, где говорится, что их отступление или отпадение для мира оказалось благословением. То есть получилось как спасение. И написано, что когда наступит день их принятия, то не будет ли это воскресением из мертвых. То есть это намек на то, что народ еврейский спасется в самый-самый последний момент, и тогда уже придет наш спаситель на землю. Я когда с антисемитами разговаривал... Это напоминаю, те, кто не любят семитов, да? Да, да, да. Скажите спасибо, что вы где-то там из другого народа, и вы сейчас там пузыри пускаете, короче, и говорите там, да нет, да евреи... Ну, Макс имеет в виду за то, что такой известный православный лозунг «Евреи распяли нашего Иисуса». Ну, во-первых, не вашего. Начнем с этого, да. А нашего, да. Не, ну начнем с того, что это же был лозунг всех погромов. Да. По крайней мере, мы знаем в восточнославянском мире, как бы, а там жиды Христа распяли, и понеслась. Так вот, я когда разговаривал с такими людьми, я им говорил, скажите спасибо, что это не ваш народ сделал. Иначе бы вас гоняли, как сигаровых коз. 2000 лет. Да, 2000 лет. Поэтому радуйтесь, что это был еврейский народ, скажите им спасибо, что они это сделали за вас, как бы, и для вас. А вы получили благословение. Да, то есть из-за их, как бы, злого, то есть вы получили благословение. Точно так же, как братья продали Иосифа в рабство и принесли папе одежду в крови, короче. Тогда, конечно, это вообще, ну, кстати, знаешь, это очень живописная история. Одежда в крови есть, а тела нет. Отлично. Ну, да, мы с тобой как-нибудь сделаем историю Иосифа отдельно. Но я просто хочу сказать, что, ну, вот сегодня, да, то есть если бы принесли одежду с кровью, сегодня анализ бы ДНК показал, что это не кровь Иосифа. И вообще не человеческая. Да, то есть его бы начали искать, нашли и так далее. То есть, ну, в пратьев бы дожали. Кто-то бы прокололся, да? Кто-то бы слил. Но на тот момент отец поверил, там, посыпал себя пеплом и так далее. То есть это то, что происходит здесь. Их злое для нас, для язычников, стало добрым. И мы должны это принимать и молиться за еврейский народ, и просить благословения, чтобы Господь снял это покрывало Моисеева, которое до сегодняшнего дня. И даже этих же датишных и религиозных, которых мы типа тут ругаем, чтобы им тоже Господь открыл глаза, чтобы они спаслись. Вы знаете, многие из них станут, правда, как, ну, Шауль, Павел, да, то есть апостол Павел. Они, когда их повернет Дух Святой на 180 градусов, они смогут проповедовать Евангелие в огне. Как Иисус сказал, что книжник, наученный Царству Небесному, достает и сокровищницы, и старое, и новое, да? Да. То есть эти люди могут быть очень полезны, да, но им нужно, да, родиться свыше. К опыте. Иначе, как бы. И, кстати, я вам скажу, не увлекайтесь иудейскими всеми этими россказнями, оно вас заведет, ну, в дебри, вы истину там не найдете. Ну, Ишуа просто говорит ученикам. Сначала он говорит, не кушайте закваску или берегите закваски фарисейской. Они сначала, как обычно, думали, что он типа под песок говорит, что надо про хлеб, как бы, и так далее. А потом до них дошло, что он говорил об учениях. Да. И эти учения сегодня и записаны в этой устной торе, и как раз... То есть устная тора, она уже не устная, она уже записана. Она уже записана, и это уже одно громадное лжеучение, или несколько, там несколько книг в этом, как бы, считается. Несколько, я бы сказал, тысяч. Не-не-не, в устной торе несколько основных книг, там, Гмара, та-та-та, короче, Аллаха. Вот. И... Медраж. Но хуже всего, что некоторые так называемые братья наши, ну, типа наши или наши, не знаю, Бог там знает, какие они братья. Они в этом, ну, ныряют в это, оу, мы там видим Мессию. Друзья, найдите Мессию в писаниях нормальных, в тексте. А потом уже, это самое, а потом тоже не это, потому что Ишуа сказал, туда не ходи, башка, снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Окей, Иоанна 19 глава, 17 стих. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгота, если так по-еврейски... Ну, череп это на, да, совсем как бы... Ну, да. Голгота это череп. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Ишуа. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, Ишуа Минацерет, Мелеха Иудим. Да. Уф. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Ишуа, было недалеко от города. И написано было, баеврит, на греческом и по-римски, то есть на латыни. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но напиши, что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Ишуа, взяли одежду его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. Фух. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Делили одежды мои между собой. То есть это еще предсказано в псалмах, да, что делили мои одежды между собой. Кстати, там псалом, я не помню, седьмой или восьмой, там написано, и руки, и ноги пробили мне, и обступили меня, и жребий обо мне бросали. То есть это пророческое такое место, очень крутое на самом деле. Что-то Давид писал, и Давиду никто руки, и ноги не пробивал. Я не знаю всех этих пророчеств, но умные люди говорят, что их больше трехсот, которые указывают на машех. И если их все, так сказать, прочитать и соединить, ну, то есть другого никто не подходит в это описание. Если кто-то смотрит нас, кто еще не верит, что Ишуа, ну, Машех или Мессия, друзья, я просто призываю вас не сопротивляться, а возьмите и следуйте. То есть исследуйте Писание, посмотрите пророчества, о ком они говорят, посмотрите на иврите, если вы не верите, потому что есть умники всякие. Да, или, кстати, если вам что-то непонятно, или есть вопросы, вы можете писать на этой страничке нашей общины, и мы с радостью вам ответим на ваши вопросы. Смотрите, просто если еще, ну, как если, для нас он машех, и мы знаем, ну, если он действительно мессия, то его лучше не пропустить, ну, а если не мессия, то, конечно, это другой разговор. Но для нас он машех, и мы знаем доказательства, доказывая пророчествами из Писаний, что ни Раф Любавический, ни Раби Акива, ни Баба Сали, ни Баба Шмали, ни Забубаби, никто под эти описания не подходит. Вот, кстати, Марина пишет Псалом 21, все, кому интересно, прочитайте 21 Псалом, да. Друзья, пишите, мы вам дадим разные места описания, вам размышлять, без всяких комментариев, просто сядете и будете смотреть, что там написано, потому что основная проблема нашего народа, что мы не читаем Писания сами, мы не смотрим в них, потому что раввины, и я правда говорю, пусть Господь их благословит, но они взяли тот же самый принцип, как католическая церковь когда-то сказала, что Писание может понимать только священник, Писание может... Да, мега просвещенный человек. Да, только особым людям Бог открывает, а остальные нет, но Мартин Лютер, ну, при всех его недостатках, он взял, перевел Библию на обычный язык для всех людей, люди стали читать. Да, на немецкий. Да, люди стали читать и спасаться, люди стали познавать Мессию. Понимать вообще, что Бог хочет от меня? А у нас даже переводить не надо, если вы еврей и читаете на иврите, возьмите Писание на иврите и читайте, у вас уже там все есть, уже сколько, 3,5 тысячи лет уже все есть, а вы все никак не покаетесь. Окей, пусть Господь благословит вас, пишите нам 8.30, мы не пойдем дальше, то есть у нас уже... И, кстати, Макса супруга уже напоминает, что уже надо заканчивать. Смотри, Таня, я не видел, что ты напоминаешь, но я увидел, что 8.30, и я сказал, что у нас лимит временной заканчивается. Окей, друзья, нам приятно быть с вами даже через глазок камеры, хотя мы там и видим ваши реакции тоже и так далее. Пусть благословены, Элли Макаренко, ну в конце уже присоединился, Элли, привет, передавай всем в Америке. Пусть Бог благословит Орегон и защитит его от коронавируса. И в частности церковь... Монингстар, да. Я смотрел очень крутой репортаж, они там такие вещи стали делать, у них есть люди, которые дезинфицируют машины. Я видел, я видел, я видел, да. Супер просто, вообще, God bless America, короче. Окей, друзья, шаббат шалом, и пусть Бог тоже благословит Израиль. Продолжение следует...